Соревнования на призы МПО «Стеклопластик» проводятся уже третий год подряд. По сравнению с весенним первенством теперь заявки на участие подали в полтора раза больше фехтовальщиков. В Зеленоград приехали спортсмены из Московской области, а также Ярославля. Гораздо больше спортсменов приехало. Мы, так сказать, уже славу имеем наше соревнование. Я думаю, что они будут расширяться и расширяться. В дальнейшем мы думаем сделать их международными. Командные соревнования будут, личные командные и международные соревнования. В фехтовальных дуэлях важна не только быстрота и ловкость, но и тактика ведения поединка. Мой тренер – это Александр Георгиевич, он мировой судья, и он научил меня идти в атаку и делать прием батман с переводом или батман с двумя переводами. То есть никогда просто прямо пытаться не колоть. Ребята внимательно следят за выступлениями звезд мирового фехтования и по возможности берут с них пример. Ну, например, Бальдини, итальянский фехтовальщик, очень хорошо фехтует. Есть еще Кассара, есть из девушек, это Эрига и Вязали. Вязали – это вот такого роста девушка, она побеждает всех. Она вроде четырехкратная олимпийская чемпионка, ее до сих пор пока не может никто победить. В качестве почетных гостей на первенстве присутствовали знаменитые фехтовальщики – чемпионы самых престижных турниров. Турнир расширяется. Это очень хорошо, поскольку дети, все больше детей приходят на фехтование, то есть идет популяризация фехтования, в частности, в Московской области. Это радует. Все участники турнира остались довольны его организацией. И в этом большая заслуга спонсора соревнований – НПО «Стеклопластик». Стараемся популяризировать этот вид спорта конкретно в нашей маленьком поселке Андреевка. Ну и, естественно, претендуем и на развитие этого вида спорта в Солнечногорском районе. Екатерина Фокичева, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. Продолжение следует...